Всем здравствуйте! В садовом деле я новичок, но постепенно мои садовые мечты становятся реальностью. Сегодня я хочу показать вам розы из питомника Гранди Флора. Розы я заказывала еще зимой, поскольку новичок сначала читал очень много информации и выбирала неприхотливые розы. Что мне понравилось в Гранди Флоре? У них нет предоплаты. Розы заказываешь в течение года, осенью, зимой или ранней весной. Розы они начинают доставлять с начала мая, либо чуть раньше, это зависит от открытия садового сезона, то есть от погоды. И у них именно при доставке оплата осуществляется. Розы они выращивают в условиях Подмосковья и привозят их с закрытой корневой системы. И видно, что роза высажена в горшок не только что, а то, что она действительно там в нем росла приличное время. Итак, первая роза, это роза Розариум Ютерсон селекции Кордис. Ну и здесь вот необходима формировка. Сейчас пока мне хотелось посмотреть на нее, порадовать глаз. Пока что я ее немножечко не стала трогать. Действительно роза цветет, устойчивость к болезням действительно проявляется. На середину июля никакой пятнистости нет. Появляются новые бутоны. Ну и потихонечку она набирает силу. Итак, розы мне доставили в первых числах мая. Хотя заказывала я их зимой. Повторюсь. Что хорошо, когда розы доставляют с закрытой корневой системой. Если не готово место под высадку, вот как было в моем случае, они у меня стояли до середины июня на улице, следила за влажностью земли и постепенно, не торопясь, готовила место для посадки. Это роза Анжела, тоже селекция Кордиса. В многочисленных отзывах об этой розе написано, что роза непрерывного цветения и что она тоже неприхотлива. Вот она сейчас набирает силу. И тоже осталась я этой розой очень довольна. Видите, она цветает. Появляются новые бутончики. Вот так симпатично она смотрится. И у нее очень приятный нежный аромат. Следующая роза. Это роза бельгийских селекционеров. Это мускусная роза. Первый раз я такую розу посадила. Называется это роза Ватерлоу. Такая у нее веточка интересная. Очень симпатично смотрится. Очень-очень нежная. Цвет написано белый. Ну, знаете, из тысячи оттенков белого можно даже сказать, что это немножко цвет слоновой кости. Итак, вот эти вот три розы у меня здесь высажены в миксбордере. И еще одну розу я заказывала в питомнике Гранди Флора. Но высажена она у меня в розарии. Сейчас мы с вами туда пройдем. Заодно покажу вам клумбу легкого ухода. В дальнейшем сниму они отдельное видео. Так выглянуло солнышко. Итак, вот здесь представлен у меня розарий. Розарий создавался как парадная клумба перед домом. Ну, в итоге опыт небольшой мой. Но все-таки показал, что высаживать одни только розы в розарии не очень симпатично, потому что весной и в начале...